Либер Шпадону, прошедшая все ступени Дома-2, от рядовой участницы до сотрудницы проекта, раскрыла тайны реалити-шоу. 30-летняя мулатка рассказала о том, что никогда не попадет в эфир. Зрители часто задают вопрос, почему в общих комнатах и на кухне Дома-2 почти всегда жуткая грязь. Неужели никто не делает уборку? Оказалось, что для грязных дел на проект приходят специальные люди, рано утром, когда жители Поляны еще спят, горничные моют пол на общей кухне, выбрасывают мусор, убираются в самузлах. Все происходит очень тихо, мы их даже не видим, призналась Либер Шпадону, однако в комнатах участники обычно убираются сами. Правда, раз в месяц приезжают сотрудники клининговой компании, чистят мебель и диваны в спальнях, когда герой, например, находится на лобном месте. Посуду ребята моют сами, правда, сейчас почти у каждого есть своя кружка, ложка и тарелка, это немного упрощает процесс, пояснила девушка, раскрыла подону и волшебника, который добывает еду для всего дома. Раз в три дня одного из участников вместе с администратором выпускают в магазин. Он покупает еду на всю Поляну, раньше эта ответственная роль часто доставалась Ване Барзякову, он повар по образованию, поэтому знал, какие продукты необходимы, цитирует журнал «Дом-2.Лайф» «Звезду телестройки». Публикация «Дом-2. Собака. Дом-2. Нижнее подчеркивание. Нузиат. 25 Окт. 2017. В 3 часа 38 минут по часовому поясу. Пидите также. Девушка честно призналась, что проводы вылетевшего на голосование участника до ворот. Постановка. На самом деле после этого человек не покидает Поляну, ему дают время собрать вещи, если человек был на проекте недолго и у него не так много вещей, то вылетевшего могут запустить в дом, пока лобное продолжается. За это время экс-участник может собрать все необходимые. Если же у героя много вещей, то он ждет в домике администраторов до позднего вечера, пока не закончатся все съемки и уже после, когда события поутихнут, возвращается в общество.